Мы идем на 37-й параллель. Пойти туда, куда не ходит никто. Здесь уже нет ничего. Трехматчевое судно Британии из Глазго в терпе у крушения в 1500-е от Патагонии, в Южном полушарии. Придите им на помощь, или они погибнут. Нам нужно спуститься по 153-му градусу вниз до 37-й параллели. А кроме этого, здесь еще есть риф Вачусет, который открыт в 1899 году. Здесь есть безымянный риф, который открыт в 1957 году. Есть еще один риф, который, по-моему, в 64-м году открыт. И есть еще Эрнест Легуве, тоже риф называется. Он открыт тоже в начале 20-го века, по-моему, в 1902 году. И вот в существовании всех вот этих вот рифов до сих пор весь мир сомневается. Соответственно, вот задача нашей экспедиции либо подтвердить, либо опровергнуть вот это все. То есть это неправда, что все географические открытия совершены. Мы можем совершить настоящее географическое открытие. Открыть новые земли. Или наоборот, подтвердить, что этих земель здесь нет. Как поганель. Либо открыть, либо закрыть новые земли. В Южном Тихом океане между 32-м и 37-м градусами Южной широты собрались вместе несколько островов-призраков. Мореплаватели разных лет нанесли их на карты. Но экспедиции, снаряженные в конце прошлого века, никакой земли в этом районе не обнаружили. Не нашли ее и спутники. Но некоторые рифы значатся на картах и в 21-м веке. Например, морская британская карта, на которой мы рисуем черточки и кружки от 2014 года. Двацаточка пришла в морду ветра. На 17-й день пути мы прошли 34-й градус Южной широты и подбираемся к Южному океану. Я задумала, просто я свою буду забирать, потому что все забрала. Ну, фига лично. Вот Настя тут начертила путь по 37-й параллели, как у Жюля Верна. А мы сейчас где-то вот здесь? Да, мы сейчас приближаемся с севера в сторону рифа Мария Тереза. Но чуть-чуть еще до него не дошли. Сейчас еще два рифа пройдем. Эрнест Легуве и 1957. Потом немножко останется до 37-й параллели. Мы пойдем как Капитан Грант? Да, как Капитан Грант, только лучше, без кораблекрушений. А лучше как в Дункан пойти. Уже чувствуется неспокойный нрав океана, и нас с Андрюхой уже пару раз облилось головой, пока мы ставим Бизань парус. Как ваши ощущения? Это здесь должен быть риф 1957. Но пока так же, как в предыдущей точке Ничьи. Отлично, вот просто поверхности моря. Ни в какой-то стороне. Сегодня погода лучше, чем было ночью рамки. Это облегчает видимость, прибавляет рифа к острову. Покажи мне, куда мы там въехали. За день грешни ты убираешь картины. Здесь сейчас мы с вами видим только дальней. Круговую панораму делаем. Извините, что не ровно. Здесь, конечно, чисто. Ничем не отличаются волны от любого другого места. Существование рифа к названиям 1957 называет альшизм. 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 Здесь имя таки нет. Ладунь, тебе причесаться бы, а то прямо морская бабайка у нас завелась, а вовсе не юнга никакая. Откуда дровишки из леса вестима? Отец слышу, что у меня я отвожу. Так вот он веет. Альшизм. 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 А что, у вас она большая семья? Я-то большая, за два человека. Откуда у меня? Бэйпо и Гэдбэйс. Ничего нету! Нету, вон, говорят, никакого здесь риска. Прошли через точку. Что же они увидели-то в 1957 году, Андрюха? Где-то ж как-бы не с балды обычно капитаны точки на карте наставят. Как бы не плывешь, плывешь, нечего делать, поставил точку, что ли? Перенастраивать паруса более крутых метров. Видеофиксация завершена. Риф с названием «1957 экспедиции не обнаружен». Вот такие нарезаются зигзаги, когда против ветра рубишься. А если уменьшить масштаб, выйдет вот такая сотканная из опорных точек схема нашего пути по Тихому океану. После выхода на «37 параллель» мы пойдем по ней около полутора тысяч километров, а затем повернем к мысу Дворн вот сюда. В общем, несмотря на то, что это седьмой фильм сериала об экспедиции, все только начинается. На дно его готовы, связанные с ним. И гагары тоже стонут. Им, гагарам, недоступно. Наслаждение битвой жизни. Гром ударов их пугает. Ветра меняются, паруса приходится настраивать часто. Да. Ветра меняется. Я команды жду. 180 градусов на Камбасе, это значит, что мы идем строго на юг. Я . Ветра меняется. Fifexist. I'm so sorry. Я полсал cruise. Я делаюanderrr. Ветра меня мне не растет. Ветра, я запечат Killua. Я прил ilk Beach Come on. Субтитры создавал DimaTorzok В общем, чтобы понимать и прочувствовать, что это за экспедиция, ребята, вы должны прочитать «Жулия Верна, дети капитана Гранта». Вот представьте, пока мы сейчас возились парусами, оказалось, что мы только что прошли в миле от вымышленного Жулием Верном острова Линкольна, где разворачивается действие романа «Таинственный остров». Еще при прокладке маршрута Андрей отметил на карте эту мифическую точку, и сам факт, что мы проходим рядом с ней, уже пробивает до мурашек. Существует таинственный остров, он был бы на месте оранжевой окружности в верхнем правом углу. Скромная черная двойная окружность – это наша Леди Мэри, а крупные цифры утешают, что до земли совсем близко, всего 4992 метра вниз. Пол миле до мифического рифа Эрнест Легуве. Пока на горизонте ничего не видно, ни скал, ни каких-то изменений в характере волн. Будем смотреть, мы увидим границы рифа, которая обозначена на карте, обширнее, чем на самом деле. Там есть круг диаметром 5 мил. Вот та самая карта, на которой красной линией уже отмечен весь наш кругосветный путь от Европы к середине Тихого и оттуда по 37-й параллели к мысу Горн. Если карту приблизить, мы как раз увидим все рифы-призраки и, возможно, мели этого квадрата. Вот красивые голубые кружочки – это они и есть. Но даже современная карта не всегда отражает факт. Это видеофиксация того, что риф Эрнест Легуве. Никакой не риф Эрнест Легуве. Только что мы прошли центр вот этого вот круга. Этим кругом обозначен риф Эрнест Легуве на нашей карте. Диаметр круга 5 миль. Координаты вот здесь видны, наверное. Нет, не очень видны. 35 градусов 12 минут. Это была волна южной широты. 150 градусов 38-39 почти минут западной долготы. Диаметр круга 5 миль. И мы прошли его центр только что. Рифа Эрнест Легуве. Нами пока не обнаружено. Сейчас я приложу к этому спичу видеофиксацию панораму. Процентрируемся. И идем налево через север. Через север. Обходим без занимания что-то. Простите за качество, очень качает. Нет, мы смотрим на курсах. С курсами ничего нет. Горе пустов. Какие амберные пустыни. Сейчас еще залезем. Повышу. Вот на этом самом месте должен торчать риф Эрнест Легуве. По свидетельству капитана одноименного судна. Который набрел якобы на этот риф в 1902 году. Непонятно, что движет капитанами, подмечающими на карте острова, которых нет. Но один из геологов предполагает, что возможно длительное время после извержения подводного вулкана куски пемзы, поросшие уже растениями и с гнездовьями птиц, сколько их вывалит. Существование рифа Эрнест Легуве экспедиции не подтвердило. Подтверждаю. Не подтвердили. Продолжаем идти по рифу Эрнест Легуве. Точнее, по месту, которое было обозначено еще в 1902 году международной гидрографической организацией по докладу капитана судна Эрнест Легуве. В данных координатах риф нами не обнаружен. И мы берем курс после прохождения условных координат рифа. И мы берем курс на точку с координатами, которая обозначала этот риф в советском элементальном атласе Антарктики. Да, слезай обратно. После второй точки, где видели риф Эрнест Легуве в другой раз, не в тот, который открыт, мы пойдем прямиком к острову Табор, он же Мария Тереза. Документ слово в слово. 27 июня 1862 года трехмачевое судно Британия из Глазго потерпел крушение в 1500 лье от Патагонии в южном полушарии. Два матроса и капитан Гранд проличь до острова Табор. Постоянно терпя жестокие лишения, они бросили этот документ под 153 градусом Градусом, долготы и тридцать седьмой У нас сначала градусы идут, потом минуты. Тридцать седьмой градус и одиннадцатые минуты. Широты, придите им на помощь. Покажи книжку. Пишите в комментариях, что вы еще хотите увидеть в наших новых выпусках. Если вам понравилось, ставьте палец вверх. Если вы нашли это видео интересным и полезным, поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok